Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на новенькую серию по Patrol Duty Police Simulator. В общем, ребята, давайте такой небольшой брифинг мы сейчас с вами проведем. Первый взгляд достаточно неплохо себя показал на самом деле. Спасибо вам всем, ребята, огромное за поддержку. И, в общем-то, давайте поиграем, посмотрим. Пока все-таки я хочу в сингли поиграть, немножечко, так сказать, заматереть, посмотреть, научиться хотя бы вообще понимать, что это за игра, в чем ее логика, потому что, ну, согласитесь, там во время первого взгляда, конечно, было много тупежа, достаточно такого простого, вообще в простых ситуациях. Давайте вместе с вами сегодня разберемся вообще, что это такое, покатаемся, посмотрим, ну и, естественно, повыполняем какие-нибудь задания. Итак, давайте выберем себе задание какое-нибудь, соответственно, основное, чтобы мы могли его отрабатывать, так скажем, в процессе этого ролика. Так, отлично. ЛБ Полис Департамент. Пароль какой-то там. Так, на Кловер Лив, что это такое? Короче, нам нужно найти, как я понимаю, наркоторговцев здесь. Ну, это, наверное, пока что, я думаю, очень сложно. Так, Трафик Чекпоинт, Нью Кост. О, давайте на побережье съездим, заодно как раз у нас будет новая локация. Вообще, как я понял, вот эти задания, да, они у нас еще и плюс ко всему появляются рандомно, то есть, вот самый, конечно, прикол, самый интерес, это именно в рандомных заданиях, когда нас отправляют на какое-нибудь преступление, там, на место ограбления, возможно, ну, не знаю, сейчас будем смотреть. Так, ну, давай мои вещи, лысый дядька. Или тебе будет хуже, ты зря так дробовик рядом со мной здесь положил. Так, ну, здесь снаряжение мы никакое поменять не сможем, то есть, то, что нам выдали, то нам выдали. А, если честно, немножко сомневаюсь по звуку, давайте, может быть, мы вот так вот немножечко сделаем, я думаю, будет немножко полегче, чтобы и мне не кричать, и вам все было слышно. Так, ну что, поехали. Мы тут немножечко уже так покачались, у меня 330 очков из тысячи. Ну, как я думал, может, за этот ролик мы с вами немножечко качнемся. Так, садимся в нашу краун Викторию. Сразу включаем вид от первого лица, и, собственно говоря, поехали на задание. А, куда? Куда нам вообще ехать-то? Уф, а нам ехать так-то нормально, на самом деле. Так, ну, поехали, может быть, по пути нам что-нибудь попадется, там, не знаю, какая-то неправильно припаркованная тачка, или что-то в этом роде, и мы обязательно-обязательно ее проверим, но пока все хорошо. Будем ехать людей проверять. Так, без криминальных каких-либо записей становимся. Так, отлично. Я думал, она красный поехала. Можно людей, кстати, также проверять. То есть здесь свобода действий просто полная. Я почему-то в первом взгляд, когда играл, наивно полагал то, что здесь все-таки вот именно ситуация такая, что нельзя тебе работать в том районе, где у тебя нет вот этой области. Ну, а так, по факту, ты в любой момент можешь проверить любого человека, остановить его, там, попросить показать багажник, попросить, там, водителя пройти тест на алкоголь. То есть, в принципе, здесь это вообще вот просто делается на изи, можно так сказать. Так, ну, физика, конечно, управления, я уже говорил, в первом взгляде, то, что здесь на это смотреть вообще не стоит. Ну, хотя, в принципе, да, нам нужно нарушителей останавливать. И это, как бы, играет достаточно такую большую роль. Ну, машинки разгоняются быстро, они, в принципе, все-таки резвенькие. То есть, мы идем всегда практически наравне с нарушителем. Но это еще, я думаю, все-таки связано с тем, что мы на низком уровне играем у них. И, может быть, там машина трафика не такие быстрая. На побережье мы с вами приехали. Так, здесь нам нужно направо спуститься. Пока достаточно спокойная у нас смена. То есть, никакого трэша не намечается. Но я думаю, как только нам сейчас стоит выйти просто из автомобиля, начать гулять и будет жопа. Ну, куда ты, дядька, поворачиваешь? Ну, ты же должен наступать дорогу. Поехали. Едем к цели. Не вижу препятствий. Конечно, нарушаем жестко-скоростной режим. Так, мне уже было повернуть направо. Ну, мы там повернем направо, в принципе. Если таксишка повернула, то все хорошо. Отлично. Без каких-либо проблем. Игра почему-то подумала, что здесь будет короче. Ну, ладно. Ну, поехали. Блин, когда же все-таки добавят вот эту функцию, да? Чтобы номера на машинах отображались. То есть, вот в компьютере они у меня, допустим, отображаются. Так, у нас какое-то задание. Кража кредитной карты на новом побережье. Белый мужчина в серых... В серых штанах. А, да. В коричневых штанах и серой футболке. С красными волосами. Замечен на New Coast District. Ну-ка, давайте попробуем, посмотрим. Так, ну, здесь, как я понимаю, нам вот рассказывают о том, как все-таки отличить людей. То есть, мы должны смотреть на одежду, на то описание. Там, на цвет волос. Ну, на какие-то, короче, особые приметы этих людей. Ну, поехали. Проедемся, посмотрим. В принципе, здесь мы в этот район приехать успеем абсолютно всегда. У нас три минуты на выполнение задания. Так, а почему меня... Блин, меня вообще отправляют куда-то назад. Хотя, в принципе... Ну, ладно, поедем здесь. Ничего страшного. Мы успеваем. Немножко я бы все-таки здесь изменил масштаб навигации. То есть, она очень-очень близкая. Ненужный поворот ты замечаешь. Ну, просто реально в последний момент резко оттормаживаешься и частенько пролетаешь уже по неопытности все это дело. Так, братцы. Я спешу на вызов. У, сука, хоть бы остановился, ублюдок. Так, нам тут направо на эстакаду. И там как-то нужно нам попасть вниз. Машинки здесь вроде как бы типа в дрифт срываются, но в то же время они здесь абсолютно не дрифтуют. Хотя есть ручник, то есть, в принципе, все в этом плане очень даже хорошо. Резко, если что, можно остановиться. Так, ну, допустим, ручничок, да, и мы видим то, что вроде бы как закидывает, да, какая-то история здесь есть у нас дрифтовая, но в то же время машина распрямляется просто моментально. Так, ну, где-то здесь, в этой области нам нужно найти мужчину в серой футболке и в коричневых штанах. Вот это, что ли? Так, ну, здесь нам рассказывают о том, что в случае чего подозреваемый может просто убежать и нам, если что, нужно будет его остановить, задержать и, конечно же, обыскать. Так, ну и здесь, мало ли, вдруг мы там его качаем, как в прошлый раз, тейзером, то нужно все-таки нам вызвать скорую, да, для того, чтобы вот его доставили уже в больницу. Да ты, блядь, достанешь, нет? Вот так вот это делается, то есть просто наводим, не обязательно стрелять, он остановится, он будет нас бояться. Да, он похож по описанию. Ну, сука, да стоять. Вот тварь что творит, а? Блин, смотри, то есть его прям, короче, по-любому надо тейзать, как я понимаю, потому что... Ну-ка, сейчас мы попробуем его... А, вот как, да, надо просто в прицеливании Е нажимать. Так, он, короче, убегал, нам нужно, нам нужно все-таки для начала его обыскать. Мы ищем кредитную карту. Давай, давай, падла рыжая. Да, сворованный кошелек у него, соответственно, у него даже есть нож. Общаться мы с ним не будем, мы его просто-напросто сразу вяжем. Тут еще, конечно, главный прикол в том, что если мы сейчас от него отойдем, он убежит. И вот мне самое главное, чтобы, конечно, полиция приехала лучше, вот, желательно с той стороны, потому что если она сейчас поедет по этому перекрестку, будет мешать моя машина, и они его просто-напросто не заберут. Ну, в любом случае, он будет убегать, как бы, да, мы на него прицеливаемся, он остановится и никуда не побежит. Ну, я так думаю, по крайней мере. То есть, вот пока мы находимся рядом с ним, пока мы находимся рядом с ним, вроде все хорошо. Вот сейчас я только отойду, и он попытается сбежать. Сразу же, причем, моментально попытается сбежать. Где, где, где едут они? Где мои братья полицейские? Вы где? Вот они едут, отлично, они едут с этой стороны. Супер. Так, объехали, красавчики. Все, парни, забираем его, короче, это вор, тупо воришка. Чемошник, с ты взял карту, козел вонючий. Поработайте там с ним нормально, ладно, окей. Все, сцапали. Отлично, мы выполнили задание, но вот здесь такая классическая схема завершения, почему-то пропадают сразу вокруг все. То есть, есть такая история. Так, ну что ж, садимся в автомобиль. И продолжаем работать по нашему основному заданию. Но вот что-то, к сожалению, я даже забыл, что у нас за миссия. А, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Нам, в принципе, нужно смотреть как бы типа за трафиком, чтобы было все хорошо, чтобы было все отлично. Я думаю, можно даже поработать, знаете, по старинке, как наши работали деды в России, да, так скажем. Мы можем с феном постоять на обочине, просто пострелять по машинам. Надо нам посмотреть, где у нас дорога на побережье. Ну, давайте в эту сторону, например, мы поедем. Как мне повезло, на самом деле, то, что я вот сразу его буквально нашел. Нам прям место достаточно точное указали, в каком направлении нам надо двигаться. И вот мы приехали. Вот он просто стоит и нас ждет. И что, где-то там, я не знаю, зашкелиться. Залбрат, шалом. Так, там кому-то помощь требуется, но мы как бы не вправе помогать. Мы здесь врачом не работаем. Мы не работаем пожарными здесь и МЧСовцами какими-то. Мы чисто просто полицейские, патрульные. Может быть, потом, когда-нибудь, что-нибудь откроется. Так, что у нас? Хорошо, отлично. Может, они могут еще, суки, здесь без разрешения стоять на этой парковке, твари? Поэтому надо вот их немножечко контролить. Черная машина подозрительная, но вроде все хорошо. Так, ну и куда нам? Как я понимаю, сюда? Давайте подъедем, разберемся, что здесь произошло. Что-то место под машину. А, ну вот он сразу... А, то есть здесь, короче, нам надо поставить тачку в этом месте и стрелять с радара. Давай попробуем, потому что вон он, типа, там у нас стоит уже, наш корешманчик. Так, отлично. Машинку мы нашу припарковали. Идем, идем, идем к менту. Так, да. Теперь нам, короче, объясняется то, что мы должны... Вот, на самом деле, в первый раз этим я буду заниматься. Тут стоит, как бы, знак 45 миль в час. И в случае чего машину нам то ли надо будет догонять, то ли останавливать как-то. В общем-то, спросите... В общем, порядок действий, да. Спросить у водителя лицензию и регистрацию, соответственно. Проверить машину и водителя дополнительно. То есть это обязательное условие. Использовать фонарик для того, чтобы обыскать багажник, обыскать водителя. Попросить пройти тест на алкоголь. Обязательно это прямо. Ну и, собственно, арест, возможно, да. Или выписать штраф. То есть, ну, в зависимости от того, как он там себя поведет и какие нарушения у него будут. Ну и, соответственно, да, если мы там арестовываем водителя, то нам нужно автомобиль отправить на штрафстоянку. Слушайте, ну... Круто! Что я могу сказать? Ну, в принципе, то же самое. Нам вот сейчас объясняется непосредственно игровым NPC. Да, конечно, русский язык здесь, блин, не помешал бы. Прямо вот реально не помешал. Можно было бы, конечно, попробовать перевести игру на русский язык, но разработчики что-то прямо и так, короче, там запаковали, закрыли. То, что, ну, никак, просто ее не вскрыть. И как бы, блин, немножечко это стрёмно. Так, ну шо, спидган? Чи шо? Э, может быть, ты отойдешь как-то? ХЗ. Опа. Все. Стоять! Нормас. Вот это мне нравится. Хай! Как-то без авут. Э, куда? Стой! Не понял сейчас. В смысле, Найс Дэй? Ты прикалываешься, что ли? Ну, в принципе, все идут нормально. Вот этот несется. Нет. Блин, какой Найс Дэй ты? Почему он ее отпустил? То есть, прям надо было через Кьюи ее или как? Ну, короче, огранка 50. В принципе. Едут нормально. Ну, пока тишина. Бляха-муха. Что-то прям пока никого нету. Смотри-ка, все едут прям вообще. Тикафтику прям не нарушают. Да, действительно, как по старинке стоит, так и с федом стреляем по ним. Горящая машина. Ого. Блин, я бы с удовольствием туда на самом деле съездил, но мне интересненько все-таки здесь. Дискард пока нажмем, поэтому... Мне интереснее здесь просто сейчас посмотреть, попробовать задание выполнить на самом-то деле. Но он уже стоит тут, как я понимаю. Никто не нарушает вообще. То есть, тут прям все красавчики просто едут. Даже если на угон ему стрелять в спину. Тоже не нарушает. Ну и трафика что-то маловато. Алло, ребят, вы что там? Где все гонщики-то нелегальные? Я тут приехал на смену. Баба какая-то остановилась сразу же. Причем самая первая. А этих я не могу простреливать. У них защита, короче, идет. Ясно. Своих не штрафуем. Тоже на грани едет. То есть, сразу его, да, видели? Там буквально вот сразу получилось у нас выцепить нарушителя. И все, теперь просто тишина. Ты посмотри. Они все едут нормально. Не знаю, может я место какое-то не то выбрал или... Блин, я не знаю, ребят. Почему-то они не хотят нарушать. Все едут прям вот, ну вот вообще на грани, на грани. Блин, да нарушьте уже кто-нибудь-то, а? Я не хочу уходить со смены без заработка. Никто не нарушает. Вообще все прям вот красавчики. Просто капитальные. Надо было на горящую машину все-таки уехать. У него там 47-48 прям вот, ну вообще на тоненького стреляет. Я надеюсь, я в это место встал. Потому что, ну, других мест для того, чтобы охотиться за ними нет. Мне кажется, так в открытую встали. Прям просто стоят, стреляют. Вообще, я в шоке. Не нарушаем. Тоже не нарушает. Вообще идеально. Вот, короче, нарушители, они по правой полосе летают. По правой полосе вообще никто не двигается. То есть, ну, блин, не знаю. Или там, я вот здесь вот за тачкой прям вот так вот спрятаться, как оно в реале есть. Высунуть так из-за угла руку и все. Ну, реально, никто не нарушает. Я не знаю, в чем прикол. Либо я игру сломал тем, что женщину вот эту отпустил. Ну, реально. То есть, все вот машины, которые едут, они едут по левой полосе, по левой линии. И никто не нарушает. Там ограбление магазина какого-то. Там целое расследование проводить надо. Это прям на отдельную серию, я думаю, потянет. Ну, реально, смотри, ну все едут как надо. Кто-нибудь нарушить уже, а? Так неинтересно. Я, короче, знаете, что предлагаю сделать? Сесть в тачку. И перепроехаться здесь. То есть, уехать с этой точки. Где-нибудь мы сейчас просто с вами развернем. А вот она, кста. Нет? Мигалочки просто включим. Может быть, поэтому именно у нас ничего не получалось? Ох, я дебила. И что ты сделал? Нафига ты селфи на эту шляпу сделал? Во! Блин, до чего же игра кривая? А вот в этом плане. Так, ну давайте поговорим. Ты мне это вроде уже показывал. Зачем ты мне это показываешь еще раз? Так, давайте-ка мы, женщина, наверное, попросим вас дунуть в трубочку. Все, здесь просто пробка. Может, она бухая вообще, нет? О-о-о, понятно. Она, короче, в бокальчике вина бахнула. Минимальная 0,08. А у нее сколько? 0,06! Смотри-ка, то есть она прям нормальная. Но она скорость превысила. Давайте попробуем ее обыскать сейчас, короче, тогда. Что она уехала, просто я вообще не понял, чё-чё-чё к чему? Так, ну, я вам выписываю штраф. Вы нарушили скорость. Нет смысла ее арестовывать, реально. Все, до свидания. Почему она уехала, главное, да, отъехала и остановилась. То есть, вот это для меня загадка. Я что-то даже как-то не догадался посмотреть, то, что она стоит и ждет меня, да. Пробка целая собралась. Ну, я думаю, сейчас они, в принципе, растянутся. Нам просто надо отсюда уехать. И будет все хорошо, они просто переспавнятся, я думаю. Я бы сейчас еще, на самом деле, кого-нибудь поймал. Ну-ка. Попробуем. А, ну я еду с мигалками, короче, они это самое. Бздят меня. Да, перерисались, отлично. Так, ну давайте, 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 да, еще раз мы сейчас поможем. Нашим коллегам. Опа. Нормас. Только подъехал, уже кого-то стопанули. Так, братишка. Ну-ка, давай-ка, чек инфо. Брэндон Боун. Че ж ты, пацанчик-то, нарушаешь? Сейчас мы тебя прочекаем во все щели к ста. Давай, выходи из тачки. Че-то он какой-то подозрительный, резко согласился выйти из машины. Курил, да, сука? Нет, я не курил, я ничего не курил. Все нормально. У-у-у, я тебя обучу сейчас, давай. Разворачивайся. Сейчас баху наркотики. Не, все нормально. Ты красавчик. В кино едешь, да? Наверное, с бабой какой-то в интернете познакомился. Че у тебя там, права где твои? Брэндон Боун. Да не буду я на этот магазин ездить, японский городовой. Так, мне нужно, чтобы он в трубку дудал. Ноль, нормально. Так, чувак, я тебя штрафую. Нехрен гонять. Так, радарчик. Так, ну и давайте, да, наверное, для, так скажем, полной коллекции мы попробуем еще кого-нибудь стопануть, если это получится. Хотя, в принципе, наша коллега... А, то есть наша коллега, как я понимаю, она занимается конкретно вот этим делом. Она конкретно смотрит тачки. И, соответственно, какая-то тачка, если едет быстро, она останавливает ее. И мы ее проверяем. Неплохо. Так, ну давайте нашу машинку здесь бросим. Мы туда, получается, просто стоим. Вот, смотри, летит, 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 летит. Тормозим. Что-то она так резко останавливается, блин, немножко так-то это некрасиво выглядит. Хай, кто ты? Так. Давайте, наверное, сразу проверим. Чтобы просто одно и то же 20 раз не делать. Роза, понятно. Попрошу вас... Ой-ой-ой, надо же было тачку обыскать. Давайте-ка на тест попробуем. Хотя нет, надо было попросить, пока она в машине. Блин. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Наш клиент. Она бухает за рулем. Здесь штрафом не отделаешься, здесь просто ее, короче, надо вязать. Так, ну чё, добегалась, да? Добегалась Кого-то не хрен бухой за рулём ездить Вон, сейчас тебя в участок отвезут И машинку мы, соответственно, твою эвакуируем Разрешение даже у него какое-то там есть Всё, братья наши подъехали Сейчас тебя отвезут, покатают машинки с мигалками Отлично Так, ну короче, на тачку мы тикет пишем Да куча, короче, да куча, всё просто делаем Всё, эвакуатор тоже сейчас, короче, должен приехать, получается Вон он едет, кстати, эвакуатор Я бы хотел посмотреть просто, как это со стороны работает Потому что я в первом взгляде говорил, что типа он подъезжает, машину цепляет Но как это конкретно работает, я вам не показывал А, вот он прям задом сдаёт Да ладно, офигеть Всё, машину поволокли на штрафстоянку Обалдеть вообще Фуф Ну что, ребят, я думаю, в принципе, на этом нашу сегодняшнюю серию можно заканчивать Достаточно насыщенный день получился Мы поймали преступника, который крал кредитную карточку И поучаствовали вот в такой вот интересной мы сегодня с вами спецоперации До конца я, конечно, не завершил Но я думаю, в принципе, дальше суть у нас остаётся ясна То есть останавливается машина Я, конечно, много чего не делал То есть я не обыскивал водителей Точнее, не обыскивал машины Этих самых водителей Но вот мы поймали пьяную бабищу Тачку, которую мы утащили на эвакуаторе И я считаю, это прям сделало серию В общем, ребят, если хотите видеть ещё больше серии этой игрушки на канале То обязательно пишите об этом в комментариях И подписывайтесь на канал, дабы не пропускать новые видосики по этой игре На этом, друзья, всё Я желаю всем огромной удачи Не забывайте оценить этот ролик Пока-пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok